И снова привет, вы на бойцовском канале в Ударе. Дмитрий Бивол сообщил о том, что он еще не подписал контракт на бой с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. У него своя информация, может что-то для него по-своему доносит, но в январе я ничего не подписывал, говорит Бивол. Я подписывал контракт на бой с Линдоном Артуром, и там в контракте было прописано, что Саудовская Аравия сделает мне еще два боя. Следующим боем будет Бетербиев на таких-то условиях, примерно в такой-то период согласен ли я на это. Я поставил свою подпись, что согласен, и на бой с Линдоном, и на последующие бои. То есть от меня уже ничего не зависит, я уже все свои условия со своей командой обсудил. Мы их уже выдвинули и их уже одобрили. Теперь сторона Артура, как я понимаю, договаривается с Саудовской Аравией, сказал Дмитрий Бивол. Может быть они уже что-то и подписали, но так как это не выходит в сеть, нам не сообщают. По факту я не знаю, подписал он контракт или нет. И по факту я сам еще на этот бой контракт не подписал. Но я уже сказал все свои условия, и мне уже их одобрили. Просто обычно, когда вторая половина договорилась устно, тогда все и подписывают. То есть со мной уже договариваться о чем-то не надо. Мне уже нужно просто прислать бумагу, я ее подпишу. Все условия со мной оговорены. Я не знаю их условия, пришли ли они к согласию. Но я стараюсь не думать об этом, будет ли бой или нет. Я просто готовлюсь и верю, что бой будет. Я готовлюсь на 1 июня. Нам примерно говорят, что вы готовьтесь, 1 июня будет все. Потому что Саудовская Аравия это нестандартный промоутер, американский или английский. Они работают совершенно по-своему. Просто им так удобно, говорит Бивол. Я могу сказать, что перед боем с Канелло у нас каждую неделю было. Все, бой отменяется. Боя не будет. Боя не будет, бой будет. Я старался отвлечься, просто готовился на свою дату. Я думал, ну я буду готовиться. Боя не будет, ну и не будет. А если будет, то отлично. Точно так же и здесь. Готовлюсь на 1 июня. Также Дмитрий Бивол высказался о преимуществах Артура Бетербиева. Я вижу Бетербиева в его лучшей форме в день нашего боя. Что он как всегда крепкий, выносливый, с хорошим давлением. У него есть такие хорошие качества, как сила. У него есть выносливость. Ну а как я буду с этим справляться? За счет подвижности. За счет умения чувствовать свою дистанцию. За счет выносливости. Это тоже немаловажный фактор. Передняя рука, конечно, это непросто, но в этом и есть азарт такого боя, когда соперник создает такие сложности. Сказал Дмитрий Бивол. Ну а мексиканский боксер-абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес ответил на критику и обвинение в том, что он избегает боя с временным владельцем титула WBC в его дивизионе Дэвидом Бенавидисом. Альварес намекнул, что это уже не первый раз, когда его критикуют за то, что он якобы уклоняется от боя с тем или иным соперником. Одним из таких примеров Канело назвал Геннадия Головкина, с которым в итоге разделил ринг три раза. Правда в том, что я всегда дрался с теми, с кем, по мнению людей, я не хочу драться. Я нахожусь в том положении, которое заслужил. Могу делать в этом дивизионе, что захочу и выбираю соперников сам. В конце концов, я не собираюсь ничем им угождать, говорит Сауль Альварес. Когда они хотели, чтобы я сразился с Геннадием Головкиным, я сразился с Геннадием Головкиным. Затем Билли Джо Сондерс, Колумб Смит, Мигель Котта, был Флойд Мэвэзер, Остин Траут. Я им все равно никогда не могу угодить, поэтому я буду делать то, что я считаю нужным, сказал Сауль Альварес. А вот такие вот новости на сегодня, друзья, пишите в комменты, что вы обо всем этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был Бойцовский и канал Вударе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!